здравствуйте друзья меня зовут александр постного сегодня среда значит это время для ответа на ваши вопросы 9 марта не было видео вопрос-ответ это связано с нагрузкой 8 марта на всех цветочников страны поэтому сегодня меня будет много итак начнем к видео про горшок пластик или керамика вопрос от caspian the cat я посадила змея кулька с такой же двойной горшок после полива воду сливаю но заметила что спустя время между кашпо и горшком остается конденсат само донышко кашпо так и не высыхает полностью вреден ли такой парниковый эффект для корней сейчас замик растет с дренажом так как горшок для него большеват но я собираюсь к нему подсадить братьев замиков поэтому сильно меня смущает наличие этого парникового эффекта сам грунт просыхает полностью застой воды нет поливаю редко спасибо за вопрос могу сказать что скорее всего дренаж является провокатором данного конденсата снимала буквально два дня назад пересадку своих растений обратила что дренаж обратил внимание что дренаж все-таки это зло и когда выйдет это видео вы поймете почему на может быть даже сниму отдельный ролик про пересадку как таковую и еще дополнительно об этом расскажу поэтому не переживайте если грунт полностью высыхает еще есть прослойка дренажа я думаю что если ее не будет то не будет конденсата ничего страшного в этом нет ольга сазорова бывают паропроницаемые краски еще я делаю в качестве хобби горшки из бетона они маленькие пока для суккулентов и покрываю внутри гидрофобизатором он не дает влаге впитываться в сам горшок но при этом паропроницаем дышит что называется в простонародье и ольга пишем же несколько дней спустя написала комментарий он куда-то исчез он не исчез надеюсь его не удалили ну если нет каких-то супер негативных высказываний в чей-либо адрес то комментарии не удаляются вот вы опять пишите про эти краски не всегда краска не дает дышать и не упомянуты горшки из бетона бывают еще металлические кашпо бывают стеклянные горшки спасибо за комментарий но металлические горшки стеклянные горшки их можно приравнять к кашпо вернее к пластику потому что принцип тот же самый но металл еще может жарить стекло пропускает свет поэтому не для всех она подходит хотя я очень люблю сажать стекло но я считаю что это такой же материал как и пластик что касается дышит не дышит вы знаете основное наверное испарение все-таки идет у нас с поверхности земли они за счет пор в горшке поэтому это такое весьма условное преимущество я бы сказала керамики перед пластиком тем более что большинство керамических горшков тоже не дышат а те которые дышат они протекают и оставляют разводы к видео про пересадку флинопсиса вопрос от насти фалдиной как правильно собрать и посушить мох в лесу знаете я не знаю как это делать правильно я могу рассказать как это делаю я я просто иду в лес и все понравившиеся мне маховые кочки маховые полянки я просто аккуратно руками снимаем верхний слой не забирая с собой землю на которой она растет и складываю в пакет очень люблю мох который на гнилых березах растет то есть он легко отделяется под ним нет земли но единственное что могут всякие таракашки маленькие бегать мурашки потом этот мог приносится домой я просто его складываю в пакетах и открываю эти пакеты чтобы он высох если я приношу в магазин и были дожди и мог очень мокрый то мы вы просто раскладываем на полу просто чтобы он подсохла вышла лишняя влага после этого складываем в пакет и так храним без каких-либо специальных условий прекрасно он хранится не теряет цвет и вообще я его очень люблю использовать на различных композициях например в видео про озеленение моей спальне я использовал именно такой мох которая принесла сложила в пакетах это было достаточно сухое мох был достаточно сухой и никаких проблем с ним не было люба тищенко сейчас некоторые сажают в пен и стекло хотелось бы узнать ваше мнение любого знаете но так как вы спрашиваете про фаленопсис и я честно первый раз от вас услышала что такое пено стекло пошла посмотрела в поисковике и что мне выдал поисковик что это материал для теплоизоляционный материал представляющий вспененную стекломассу и собственно он очень хорошо тепло и звука изолирует поэтому мне сложно сказать свое мнение потому что абсолютно искусственный материал и то что вы рекламирую для посадки цветов на мой взгляд немножко странно то есть это изначально искусственная вещь из вспененного стекла то есть сначала делают стекло потом стекло вспенивают и какая польза может быть для растений мне честно не очень понятно вопрос про фикус бенджамина так knitting story by екатерина можно расскажу про свой конечно можно и вообще очень люблю истории которые вы мне рассказываете в комментариях мне отдали пустой деревце без листьев его просто выставили на улицу потому что не было листьев у меня он пошел расти в прихожей старом доме света было мало но листина пошли расти что за дерево я тогда не знала переехав новый дом искала ему место нашла опять в прихожей но уже на окне где каждый вечер заходит солнце один раз забыли закрыть окно и как назло случился дикий мороз он замерз и сбросил листву но потом пару веточек и вуаля у меня опять шикарный куст время идет фикус растет и окна ему мало на зиму поставила к себе в комнату но у нас никогда не бывает солнце он стал сбрасывать листья после вашего видео сегодня переставил в другое на кухне где рассеянный свет посмотрим что будет а в комнату поставил замиокулька с тещин язык хлорофитум и китайская роза что вы думаете об этом соседстве но мне сложно что-либо думать об этом соседстве если вам она нравится то это ваш выбор это те растения которые вас радуют что касается вообще по освещенности соседства то конечно китайской розе она же называется гибискус правильно если мы говорим на названии то ей требуется много света замиокулька стене вынослив нельзя сказать что он не любит цвет но он по крайней мере выносит его маленькое количество что касается тещин языка либо сансеверии если мы говорим о научных названиях растений то зависит от сорта сансеверии если она вас с темными листьями она более тени выносливо чем экземпляры с более светлыми листьями и варегатные ну хлорофитум тоже зависит от того какой у вас пестролистный или зеленый но вы смотрите в любом случае на состояние растений и по состоянию растений определяете насколько им хорошо это самый главный фактор растения в принципе приспосабливаются к любым условиям чего я только в своей жизни не встречала но просто они будут не такие компактные не такие окрашены ярко там еще какие-то варианты возможно если им будет не хватать цвета так просто наблюдайте и прекрасно что фикус вас так отблагодарил своим ростом тина оказывается на нем поселился паутинный клещ брызгала его отравой выселила в коридор опять занесла мне его так жалко не знаю выживет или нет теперь смотрю у всех моих цветов паутинный клещ аж плакать хочется особенно орхидеи ну по моим наблюдением многолетним с большим соседством растений между собой паутинный клещ он не передается ну вот не передается чтобы мне там не писали в комментариях про карантин и про то что я там трогаю растения потом иду трогаю не зараженные она работает немножко по-другому я не профессиональный биолог поэтому объясните с научной точки зрения это не могу могу лишь поделиться своими наблюдениями и выводами если стоят розы в окружении других растений и розы все покрыты паутинным клещом то остальные растения стоят как стояли паутинный клещ не трогает это мои наблюдения поэтому возможно вспышку паутинного клеща вызвало что-то другое и что-то произошло что вот они все были поражены травить и не расстраивайтесь верьте лучше и у вас все обязательно получится видео про протравку паутинного клеща ну как один из вариантов протравки у меня есть и в комментариях зрители делились своим опытом поэтому выбирайте тот который вам по душе так вы же пишите купил такое растение так хорошо освоился подрос вдруг начал терять листья и так сильно фикуса начинают сбрасывать листья когда им что-то не нравится либо сквозняк либо что-то не то спали либо заражение паутинным клещом либо вы его переставили на другое место то есть сбрасывание листьев у фикуса именно бенджамина это показатель того что растение сигнализирует вам со мной не все в порядке мне нужна твоя помощь твое особое внимание поэтому пожалуйста посмотри на меня и подумай что изменилось после чего я стал сбрасывать листья разговаривать они к сожалению или к счастью не умеют ольга сазорова месяц назад сила фикус бенджамина с темными листьями окна на северо-восток но я поставил на стеллаж недалеко от окна потому что хотела создать подобие карантина полно других растений листья не сбросил новые ветки стали расти к направлению к окну значит нужно потом переставить ближе к окну правда проветриваю довольно часто это как раз моя спальня и окна частенько сквозняк живу в сибири сейчас световой день будет расти летом темных часов в сутках почти нет у нас северные широты на балкон без остекления летом лучше не носить и еще вопрос сколько времени карантин для него нужно соблюдать моя личная позиция не более того ни на чем не настаиваю ничто не рекомендую но я не вижу смысла ставить растение на карантин потому что когда вы приобретаете растение поражено но или нет видно в принципе не вооруженным глазом и опять же выше сказала что по моим наблюдениям не переходит зараза от одного растения к другому разные были у меня опыты что касается того что ветки начали расти в сторону как ну в сторону окна это естественно что растение тянется туда где свет можете его поворачивать тогда она будет равномерно облиственным и равномерно как бы ему будет хватать со всех сторон свет вот моя лирата тоже периодически куда-то тянется я тоже переворачиваю хотя стоит она около южного окна но все равно та часть которая к окну она вытягивается в сторону света это естественно что касается сквозняка сквозняк конечно не желателен для бенджамина но тут вопрос как вы открываете окно то есть если вы просто открываете окно из него идет свежий воздух это не считается сквозняком сквозняк это когда окно напротив двери и прям тянет воздухом холодным что касается балкона без остекления если у вас нет прямых солнечных лучей а я так понимаю северо-востоках там особо нет то бенджамина нормально стоят на улице я выношу регулярно на лето их но от прямых солнечных лучей будут ожоги то есть это неизбежно причем даже для света любивых растений те же кибискус если вы вынесете на солнце прямое из дома то будут ожоги и будут спрос сброс листьев поэтому смотрите по освещенности можно чуть притянить и со временем потом это притяни не убрать когда он адаптируется но в принципе на улицу носить его можно главное чтобы температура ночью была не ниже 10 12 градусов ну а лучше 15 это оптимально чтобы не было для растений сильного стресса вопрос от зрительницы с прекрасным абсолютно ником который называется пушистая пельмешка какой объем поливочной воды нужен чтобы пролить фикус бенджамина в 20 литровом горшке из них 2 3 объема занимают корни пересадила в этот объем по всем правилам вылила на него 3 литра а воды с дренажа в поддоне так и нет а сколько лить потом при обычном уходе заметила что трети горшка при пересадке была влажной вверх примерно на два сантиметра вниз высох до пыли крайний полив до этого был 7-10 дней назад примерно я не могу сказать вот точно сколько в литрах и что что не очень понимаю что такое 20 литров два ведра получается 10 литровых это прям какой-то огромный горшок две трети объема занимают корни это прям беда беда то есть надо все таки это уже говорит о том что ему не хватает земли и будет проблема в любом случае с перелил не долил что могу порекомендовать если вы при пересадке обратили внимание на разницу между нижним и верхним слоем во первых все-таки обновить верхний слой потому что когда в пыль высыхает там уже ничего в этой земле нет фикусы рекомендуют пересаживать раза два года но раз в год обновлять 2-3 сантиметра как раз вот то о чем вы говорите верхний грунт обновите верхний грунт и проливайте на два ведра объема даже не знаю сколько это воды внутри литра точно нужно может быть и больше и через неделю с помощью деревянной палочки по краю горшка аккуратно вставляйте и вынимайте смотрите что внизу если внизу земля не просохла оставлять еще на пару дней наталья с можно ли делать профилактику бенджамину против мучнистого червеца самая лучшая профилактика это правильно уход то есть ну не непонятно в какой момент они появляются почему они появляются на определенных растениях но в интервью салы евгеньевны который биолог по образованию она подтвердила мои догадки о том что вредители нападают только на растение со ослабленным иммунитетом им не хватает солнца их неправильно поливают не в те горшки пересаживают не вовремя пересаживают то есть если вы пересаживаете растение раз в год в случае фикуса раза в два года с обновлением верхнего слоя земли ежегодно если вы его пролили дали ему высохнуть перед следующим поливом если нет сквозняков то нету растения показаний для того чтобы заболеть и чтобы на него напал мучнистый червец но если вы так переживаете в принципе зеленое мыло является профилактикой практически от всех вредителей раз в неделю опрыскать раствором ну собственно проблем не должно возникать но если будет уход который ухудшает состояние растения никакая профилактика на мой взгляд не поможет оксана касьянова здравствуйте можно спросить купила фикус анастасия скидывает по одному листу в день рядом фитолампы увлажнитель стоят это нормально опрыскиваю сыпиным один раз в день если по листу в день это еще не повод бить тревогу но нужно его смотреть конечно со всех сторон увлажнители фикусом не требуются то есть если он у вас есть но как бы это ничего страшного вот муж не выключил свет и меня стало плохо видно да спасибо что касается фитолампы не фитолампы не увлажнитель никоим образом не сказывается на то будет фику сбрасывать листья или нет тем более если вы опрыскиваете сыпи нам еще раз в день то есть нужно искать причину почему он так начал себя вести по моей практике вот не так относительно недавней скажем так после пересадки мне 4 фикуса испытали сильнейший стресс и начали сбрасывать по две приигрышные листов в день и однократная обработка и пином остановила этот процесс полностью более того за две недели на росла новая зеленая масса то есть очень хорошо пошел прирост новых листьев поэтому опрыскивание раз в день и пиномом все равно продолжает сбрасывать значит что-то не так либо с поливом либо с вредителями игорь смирнов купил фикус бенджамил и но угол оказался слишком темным другого места увы нет можно ли купить это лампу и досвечивать или у него нет шансов но я так что вас зовут не игорь потому что выход женского лица пишите значит смотрите если фикус у вас с полностью темными листьями например экзотика то в принципе ну зависит от слишком темно это какой там вообще света нет тогда не просто можно тогда нужно купить фитолампу либо лампу дневного света и конечно же обеспечить ему большее количество света поэтому ничего страшного если вы купите не произойдет это та вещь который пользуются очень многие люди и в принципе рекомендуют поэтому не переживайте покупайте досвечивайте все будет у вас хорошо ирина иванова моему фикусу бенджамил около трех лет растет палкой почти метр несколько раз прищипывал но ничего не изменилось хотела пышный куст вам кто-то там написал как обрезать честно не экспериментировал никогда палкой не на этой палке листики есть и вы просто хотели добиться чтобы он давал боковые побеги честно у меня ну как бы не могу дать какие-то рекомендации прищипывали каким образом вы прищипывали насколько сантиметров и прищипывали то есть тут наверное речь все таки идет не прищипки об обрезке чтобы он давал новые боковые побеги нужно резать над в районе листа то есть тут где лист над листом и не всегда он будет следовать вашим желаниям ну по крайней мере мой опыт с рабустой показал что фикус иногда считает что он хочет расти палкой и все и вы не помеха в этом хоть об обрезайтесь нет и все и например при обрезке бенедикта фикуса бенедикта у него не пошел вообще вверх ствол то есть вот насколько я срезала настолько ствол остался он пошел вширь но вверх он уже не растет потому что это все-таки дерево и когда мы деревья обрезаем можно много примеров посмотреть там липы березы обрезают много чего обрезают то все мы останавливаем точку роста дальше он не растет он просто растет стороны может быть вам стоит его подрастить до того до той высоты какой вы хотите обрезать и у вас пойдет тогда наращивание боковых побегов но это мои лишь предположения вероника багрец подарили фикус бенджамина экзотика раньше просто сбрасывал листья сейчас веточки стали увидать и листочки стали как тряпочки не знаю что делать с ним еще были какие-то мошки в земле ползают насекомые это нормальная просто совсем не садовод шеветью так понравилось что захотелось помочь своему цветочку смотрите вероник месяц четыре месяца назад был задан вопрос все-таки такие вопросы требуют более быстрых ответов чем через четыре месяца поэтому вк сообщества закорнил цветочник либо моя консультация через сайт flors.ru вообще вот только хотел сказать что раз стали лист листочки как тряпочки скорее всего вы его залили вы написали про мошек это залив поэтому обязательно фикусы просушивают между поливами ну как любые растения то есть если мы будем держать 95 процентов растений в постоянно влажной земле не чем хорошим для них это не закончится если стволы живые обработка эпином поможет но и безусловно нужно пересадить при первой возможности как только он начинает оклемываться скажем так потому что стрессовом состоянии не пересаживают растения вопрос в кашпон у вас сидит или в карте в горшке проверяли вы с помощью деревянной палочки что у вас там происходит может у вас там болото вверх сохнет вы продолжаете лить а там просто гниют корни то есть вариантов очень много но то что это был залив это сто процентов wildcat мой кот сажал диффенбахи и подавился я на самом деле завидую здоровье и его силе любопытство и желанию пробовать все на зуб когда можно делать обрезку фикуса бенджамина зависит от того наверное зачем вы хотите то есть началом отвечаем вопрос на зачем для каких целей вы хотите делать эту обрезку фикусы все-таки у нас большинство это деревья если мы обрезаем ствол как я говорила выше вверх она больше не растет вообще обрезать растения можно наверное круглый год я так подозреваю но если вы хотите быстрых результатов то лучше это делать весной и летом когда достаточно длинный световой день и у растений идет активный период роста наталья борматина мой фикус сильно вырос в длину за лето на балконе нарастил на макушке листья очень рассчитывалось что весь обрастет а ствол остался с очень редкой листвой что можно предпринять мне сложно ответить на этот вопрос потому что я нахожу красоту растений каким бы она не была с голым стволом с пушистым может быть кто-то из зрителей экспериментировал и готов поделиться с нами результатом своих экспериментов я и наталья будем вам благодарны если вы сделаете это в комментариях под данным видео вопрос насколько вас расстраивает то что у него остался ствол с редкой листвой все таки мы исходим из того что большинство бенджаминов это деревья и у деревьев стволы ну как правило все таки не так облиственны как макушки и многие формируют их в виде штампов то есть вообще это не является какой-либо проблемам конечно посмотреть на фото и подумать что можно сделать мария под церковной вот пишет обрезать сильно чтобы листья на ветках остались тогда пробудятся новые почки чем больше режете тем лучше растет ну если мы говорим про кустарниковые виды фикусов то наверное да но не знаю не знаю это можно очень сильно порезать она потом не обрастет к видео про клердендрон воли чем биби гулт или генова спрашивать про сперы и шмидты одно и то же или разные знаете я конечно очень много знаю про растения но абсолютно не все особенно когда речь идет о сортах ну я здесь конечно не полный профан но практически потому что никогда не интересовалась но настолько досконально различием и через мои руки проходит огромное число видов разновидностей что безусловно что-то я помню что-то ну как-то мимо меня проходит ну я загуглила меня там не забанили пока и что я прочитала что клеродендрон проспера или волича как его называют то есть это одно и то же это разновидность томпсона то есть это тот гибрид который вывели на основе клеродендрона томпсона шмидта отличается волнистыми краями по фото я посмотрела что у шмидта и у проспера похоже чем то листья то вытянуты такие цены овальные яйцевидные листья темно-зеленые глянцевые но уволить и нет волнистости ну если верить фотографиям в интернете то у них разные совершенно по форме цветы но это то что я вот из открытых источников взяла я просто не помню чтобы я привозила клеродендрон шмидта и мне сложно так вот сказать навскидку а теперь друзья у нас начинается огромнейший блок вопросов про каланхоя давненько их не было но под накопилось ролик про каланхоя набрал очень много просмотров и продолжает их набирать youtube продолжить рекомендовать данное видео поэтому те кто уже знает про около абсолютно все вы можете на этом со мной попрощаться кто хочет знаете как повторение мать учения у меня получается уже как в анекдоте пока объяснял сам понял ну то есть с каланхоя это наверно крест и еще очень пока не изучу его досконально под лупой поэтому будет много сейчас ответов про каланхоя про обрезку почему не цветет мельчают листья когда пересаживать что с черенками и много-много подобных вопросов смотрите оставаться вам со мной дальше или нет и огромное количество вопросов о ткани или габитова накопилось это будет уже в самом конце и так про каланхоя уже макула либекова мою каланхой не цветет почему вопрос конечно интересный причины основные две слишком большой горшок и либо отсутствие обрезки либо неправильная обрезка будем сейчас формате блиц блиц ответ жанна щербина мучнистый червец всегда только из магазинов из рассадников спорное утверждение но то что мучнистый червец из магазинов ну как бы по логике если мы растение приносим из магазинов то все что на них мы приносим тоже из магазинов но поверьте мы в цветочных магазинов червецов не разводим джессика альба куст вы сформировали красиво но причина не цветения как что сделать чтобы растение зацвело джессика я рассказывала про каланхоя не сформированная мной вообще никоим образом это растение которое привожу для продажи в своем магазине они в таком виде приходят от садовника что сделать чтобы растение зацвело послушать видео про уход за каланхоя обеспечить ему до должное освещение правильный полив и своевременно его обрезать есть видео про обрезку каланхоя и в инстаграме если у вас к нему есть доступ в гтв тоже есть лишь про обрезку каланхоя сразу после цветения если тесный горшок много света скудный полив то есть вы его не заливаете вовремя обрезаете не даете вытягиваться она будет цвести круглый год владислав шевкунов я посадила листочки они уже дали корешки их потом как высаживать землю вопрос тогда куда их вы посадили что они у вас дали корешки если вы их положили в воду ну просто берете в землю вот так сажаете не очень непонятен вопрос как высаживать ну как высаживать все остальные растения только в очень маленькую емкость потому что корневая система у них очень маленькая вы же пишите почему подают листочки как правило это происходит от залива а вот ну то есть нужно смотреть на состояние ствола то есть если со стволом все хорошо залива не было листья подать не будут алла терентьева мне подарили три колонхой не были такие красавцы очень долго цели когда цветали соцветия их аккуратно удаляла листья были очень крупные сейчас одна печаль листочки обмельчали цвести не думает но процветение поняла надо обрезку делать а листочки уже такими крупными не будут или можно как-то подкормить я думаю что не будут потому что ну не видела ни разу колонхой которая много лет растет у которого крупные листья если вот возможен один вариант если все-таки вы ни разу не залили его у вас никто не съел и вы вовремя вот сразу начинаете после покупки обрезать как положено то есть не даете ему расти вверх у вас вот эти листья над которыми растут цветоносы они так и останутся большими они никуда не денутся новые листья уже такими большими не будут на или масичок я еще обрезала одни стопчики то еще пропаде не очень или мне понятно но я так понимаю что вы обрезали все остались у вас одни стволы если остались одни стволы без листьев то конечно там ничего не вырастет тогда вопрос что вы обрезали тамара как шарова видела что цветок обрезать надо в июле зацвет в июле зацветет на 8 марта тамар не знаю где вы такое видели цветок если мы говорим про клан хоя обрезать нужно именно сами цветоносы срезать над пазуха вот где они вылезли из пазухи вот там их обрезать у основания и делайте это по мере того как она цветает клан хоя при праве обрезки тесном горшке цветет круглый год поэтому обрезать его нужно по мере отцветания лайла джаналина и подрезала ставила в темное место и в прохладную вы цветов нет одни листья так уже почти год в темное место клан хоя ставить не нужно в прохладное тоже вопрос как вы подрезали то есть если вы срезаете сами макушки цвести не будет потому что не будут образовываться новые цветоносы если вы посадили в большой горшок тоже цвести не будет то есть не только от обрезки зависит цветение ирина черня и вы можете сделать видео про паутиного клеща на орхидеях ирин вышло видео про паутиного клеща не имеет значения на каких растениях он появился слава богу вот паутиного клеща на моих орхидеях не было ни разу вот бог миловал и щитовка была ну в основном щитовка была паутиного клеща ни разу поэтому точно я надеюсь не будет у меня возможности такой но суть про травки паутиного клеща на одна и та же независимо от вида растений поиском по каналу паутинный клещ можете найти виктория меняева мне в магазине сказали можно прищипывать уже цветущие стебельки чтобы он зацветал не вверх а был низким и круглым это правда не совсем понимаю когда делать прищипку нет это неправда потому что колонхоя цветет в любом случае у него цветоносы поднимаются вверх и обрезать нужно цветоносы после того как они отцвели у основания цветоноса светлана бояр 3 отростка в одном бозоне сидят не думают свести может рассадить по одному если они у вас не цветут три в одном скорее всего вы посадили их очень большой горшок от таких историй я наблюдаю огромное количество к вот такой горшок в нем одинокий побег не будет свести а если вы их рассадите по одному ничего не изменится ну и нужно смотреть на состояние растения как давно вы его обрезали или она у вас вытянулась уже там 15 20 30 сантиметров она тогда маловероятно что зацветет оля балах не знаю почему ли вы меня называете ирина ирина и александра это очень разные имена меня зовут александра у меня два колонхоя их купировала кустики прекрасные новые они не цветут вопрос пересаживали не пересаживали как поливаете с достаточно ли им света тесный ли для них горшок и каким образом вы их купировали то есть что вы под этим подразумеваете для того чтобы образовались цветоносы новые они образовываются нас вот есть ствол есть лист в пазухе листа образуются цветоносы когда мы срезаем вот у нас цветет мы купили покупное растение она цветет отцвело мы по мере отцветания убираем бутончики как только полностью у нас отцвело мы вот здесь срезаем и тут же он дает вот так два новых цветоноса это проверено многими годами вот лично мной ли карт вели несколько раз покупала клан хой сильный бурно цветущий с большими листьями когда заканчивают цветение опадают крупные листья после листья мельчают никакого вида занимаюсь цветами давно узнала что других точно так же произошло что-то не так с этими покупными клан хой с фикусом змеокулькасом и другими все хорошо не пойму причину опадают листья либо от трав либо от залива сами по себе листья не опадают сейчас у меня есть несколько клан хой отцветших дома сниму еще раз ролик и покажу прям вот историю потому что у меня клан хой зацветает в течение двух недель я забрала цвет же из магазина обрезала как я вам показывала в видео про обрезку клан хой но тут же через две недели уже стоит с новыми цветоносами набирает бутоны поэтому либо вы пересаживаете очень большой горшок либо все-таки не вовремя обрезаете отдаете ему уже вытянуться этого делать нельзя ни в коем случае будем разбираться вот нигина пишет муртазаева у меня то же самое я уже ответила лена ширай очень красивый цветок но я почему-то всегда думала что у каждого цветка должен быть свой отдельный горшок если вы имеете ввиду что несколько кустиков сидит в одном горшке можно саживать вообще огромное количество растений в один горшок у меня в гостях была наталья а на днях буквально и помогала мне снимала пересадку на сказал что не дома стоит большой горшок где сидит около 40 видов суккулентов поэтому нет это не обязательно наташа панфил на это найти как и серия одна баба сказала возможно то есть кто-то сказал преподносит что вот обязательно нет не обязательно наташа панфилова так купила цветущий перевалила видимо горшок большой стоит цветет думаю стоит ли его опять переваливать маленький уже оставить как есть не повлияет ли сейчас большой на продолжительность цветения если он нормально перенес перевалку стоит цветет лучше не трогать дополнительная перевалка это дополнительный стресс поэтому оставляйте и самое главное вовремя обрезайте правильно целиком убирайте цветонос по мере того как он отцвел видео про обрезку колонхоя инкаролина почему не цветет колонхоя потому что первая нехватка света 2 неправильный полив 3 слишком большой горшок 4 несвоевременная либо неправильная обрезка вот основные причины рамелена подскажите пожалуйста у мамы колонхоя просто вытянулся в два ровных деревца без боковых побегов как его правильно обрезать просто нарезать на черенки оставить на каждом по несколько листочков и посадить в один горшок я бы рекомендовала срезать самой макушечки сантиметров по 5 не больше и их просто вот поставить землю чтобы они начали укореняться и давали новые побеги а вот эти основные деревца тоже срезать на высоте 5 сантиметров ну в надежде что они дадут новые листья но наиболее вероятно что у вас только эти макушечки приживутся единственное сажать его очень маленький горшок ольга шапочник в воду ростки поставить можно чисто теоретически можно на кланхоя относится к суккулентам укореняется без дополнительного проращивания в воде елена папина обрезали но он высох и увял не смогла спасти как сделать высох и увял материнское растение скорее всего залив высох и увял черенки возможно вы не полили после того как укоренили потому что большое заблуждение что суккуленты не нужно поливать и просто пересадки не нужно поливать и уж тем более когда мы срезаем ростки втыкаем землю земля должна быть влажная поскольку нет корней у растений она через ствол тянет воду и с водой она тянет полезные вещества и без этого не просто не будет сил на формирование корневой системы уже наверное не спасти так евгения окунева колонхой новые побеги растут с очень мелкими листьями этот недостатка света или причина в том что садовники на продажу перекармливают растение можно ли в домашних условиях у цветущего колонхоя вырастить крупный лист желательно вовремя обрезать и не давать ему тянуться вверх тогда у вас вот те большие листья с которыми вы его купили они останутся при условии правильного полива и достаточного освещения новые листья большими не будут почему так мы узнаем когда голландия будет открыта будет рада нас принять я обязательно наведусь по садовникам которые выращивают основные виды такие популярные виды растений у них обязательно все спросим наташа панфилова тоже интересно насчет крупного листа нет крупные листья новые не растут она столяр или столер купила колонхой он цветет мне не нравится грунт когда цветок можно пересадить ну если он у вас цветет значит ему нравится грунт это самое главное пересаживать колонхой лучше сразу после того как она окончит цветение а это может длиться очень долго и поверьте вот в этом транспортировочном грунте колонхой подолгу живут и прекрасно себя чувствуют татьяна пронина ответьте пожалуйста ваша колонхой лечебная и какие виды имеют лечебные свойства татьяна и к сожалению не занимаюсь и по крайней мере пока выращиванием растений с лекарственными целями но насколько мне известно лекарственным считается колонхой же так называемое живородящие то есть это сорт де гримона де гримон его по-разному называют напишется на латыни да и гримона по просьбе трудящихся обязательно сниму про него ролик тем более у меня сейчас тут наплодилась этих колонхой неимоверное количество именно он является лечебным цветущей колонхой несет чисто декоративную функцию татьяна лаврененко не в тему какая порода у котиков кот у меня ориентал кошка сфинкс татьяна глоткова даже если так и не зацвело все равно обрезать да потому что если она у вас продолжает тянуться то его нужно обрезать ему нельзя давать расти выше 10 максимум 15 сантиметров это 15 это уже просто предельная высота для колонхой если она не цветет значит она не в те побеги пошло вас либо вы не обрезали цветоноса как положено потому что она все-таки растет не за счет роста вверх сама колонхой это приземистые растения когда мы говорим про цветущий экземпляр расти начинают у нас цветоносы вот они с меленькими листьями они вытягиваются и выглядит это все довольно печально именно поэтому обрезаем цветоносы оставляем крупные листья с которыми мы их купили и она тогда цветет ну и напоследок отвечу своему подписчику которого зовут камень габитов очень люблю настойчивых молодых людей это меня как наверное любую женщину мужская настойчивость подкупает но сейчас поговорим с вами камень 8 месяцев назад вы задаете мне вопрос у меня вот раньше росла виола анютины глазки хорошее растение мне понравилось но она у меня погибла вроде от неправильного полива вроде это растение для сада но может все таки можно выращивать ее в комнате не могли бы сделать видео посвященное этому растению вы верно заметили что анютины глазки она же виола она же фиалка рогатая но их много разновидностей это двулетник выращиваемый как однолетник там зависимости от того через рассаду как однолетник через посев как двулетник тоже цветет она на второй год если мы его пассивным способом выращиваем саду но это садовое растение и дома она может расти один сезон после этого ну либо на него кто-то нападет либо она просто естественным образом погибнет это специфика растения про него не будет скорее всего видео потому что я не специализируюсь на уличных растениях далее про настойчивость вот четыре раза за несколько дней задали мне один и тот же вопрос камень я прошу вас набраться терпения комментариев много чему я безусловно рада и ну ритм моей жизни не позволяет мне тратить больше трех четырех часов ответы на вопросы зрителей потому что но это и так достаточно большой кусок моей жизни который я выделяют из 16 часов рабочего времени просто на то чтобы собрать комментарии вопросы для записи видео плюс еще четыре часа на запись самих видео то есть порядка суток рабочих у меня уходит только на эту рубрику и если вы хотите срочного ответа можно заказать мою личную платную консультацию через сайт для клиентов она бесплатная для спонсоров канала она тоже была бесплатная но к сожалению спонсорство как и монетизацию сейчас закрыли но вы можете стать клиентом моего магазина и тогда я клиентов консультирую бесплатно это такой небольшой бонус за поддержку моего бизнеса и так если я вам сразу не ответил это не значит что не вижу ваш комментарий безусловно я его вижу и обязательно на него отвечу если у меня ну когда вернее не если а когда у меня появится время и так будут ли у вас ролики по ухарису колеусу и пироми туполистные вообще не у вас появляются в наличии да они у нас появляются в наличии и ухарис вот уже сезон у него прошел потому что это январь-февраль растение достаточно дорогой она мне не попадалось просто на глаза если она мне попалась я бы привезла но у меня есть домашний ухарис с достаточно долгой интересной историей и когда у меня закончится темы я либо расскажу про него либо я все-таки на следующую зиму привезу и ухариса в продажу и расскажу уже непосредственно про ухариса всей красе что касается пеппероми туполистные она приходит в миксовых растениях миксовых пеппероми их как только она придет я расскажу я посчитала что у меня про пеппероми больше восьми роликов в принципе принцип ухода за всеми пеппероми плюс-минус одинаков ну можно посмотреть про магнолий листную ну вот все у кого толстые листики принцип ухода точно такой же по колеусу не знаю еще не обещаю ну все может быть я растение привожу для продажи и когда я их привожу я про них снимаю ролики как только не появляются я сразу снимаю ролик ну и само собой план у меня расписан на месяц вперед как минимум то есть я снимаю очень много материала и даже если мне этот ролик уже снят он неизвестно когда выйдет ну так она работает также четыре раза вы спрашиваете мне один и тот же вопрос про полив фаленопсиса но ни разу вы его не задали под видео в которых я рассказываю как ухаживать за фаленопсисами есть отдельное видео про фаленопсисы не затруднит если вас а я надеюсь что вас это не очень затруднит поиском по канал по слову фаленопсис можно найти все ролики посвященные этой прекрасной домашней орхидее в том числе общий уход и так как правильно нужно поливать фаленопсис я все-таки знаю как поливать а именно я замачиваю миника на какое-то время но все-таки есть какая-то неуверенность том что я поливаю его правильно пожалуйста расставьте все точки над и смотрите есть разные варианты каждый цветовод выбирает подходящий для него способ замачивания орхидей он достаточно популярен и имеет место быть есть фитильный полив лично я поливаю все растения включая фаленопсисы через лейку потому что у меня нет времени на их замачивание ну вот от слова совсем поэтому они у меня стоят в покупанных своих кашпо прозрачных пластиковых поставлены внутрь стеклянных кашпо я не могу похвастаться что они у меня обильно цветут круглый год потому что я не уделяю наверное столько внимания сколько бы им хотелось но тем не менее 3-4 раза в год они у цветут и мне этого вполне достаточно и к ним я достаточно равнодушно поэтому если у ваш фаленопсис не сморщивает листья у него не гниют корни он себя хорошо чувствует значит выбранный вами способ вам подходит но как вариант через лейку тоже можно поливать три раза вы меня спрашиваете следующий вопрос хотелось бы подробнее узнать о вермикулите как правильно его нужно использовать может есть какие-то нюансы я планирую его приобрести я во всех видео про пересадки добавляю вермикулит и рассказываю почему я это делаю я очень люблю вермикулит не знаю куда подробнее рассказать это такая такая штука клёвая очень на ощупь очень радующее мой взгляд это вспененный минерал который обладает свойствами прекрасными во первых он рыхлит землю то есть он не дает земле комковаться во вторых он какие там ну как написано по крайней мере на пакете выделяет полезные вещества в землю и в третьих что мне очень нравится он забирает на себя излишки воды из грунта выполняя тем самым функцию дренажа которую дренаж как выяснилось не выполняет поэтому я использую личный вот так на 60 литров но не смогу сказать меньше объем потому что сейчас прикинем и на 60 литровый грунт у меня уходит порядка 5 вермикулитов ну то есть на 10 литровый грунт значит чуть меньше пакета но опять же если я сажаю какие-то суккулентные растения вермикулиты добавляю побольше чтобы он если перелили суккулент чтобы он максимум забрал в себя воду и не давал гнить корням и отдает и на по мере необходимости если это более влаголюбивые растения я его добавляю поменьше то здесь уже такой на вкус и цвет ну в среднем наверное одна четвертая вермикулита на пакет ну на три четверти грунта ну вот соотношение где-то такое надеюсь ответил на ваш вопрос так ну и давайте подискутируем с вами по поводу дизлайков значит да вы поставили дизлайк относительно ролика мне понравился мне ролик что могу поделать насчет позиции не суди соглашусь лишь отчасти по поводу крашеных кактусов я просто подумав взвесив все за и против что логики в этом не хватает да и смысла тоже не обижайтесь пожалуйста во первых я вообще никого не обижаюсь потому что обида возникает у нас когда мы чего-то от кого-то ждем ну то есть если бы я ожидала что все 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 зрители будут мне ставить лайки и писать только приятные какие-то мне вещи которых вот я прямо жду причем именно теми словами и теми фразами которых я жду наверное я бы обижалась но ни от кого ничего не жду youtube приветствует любую активность что лайк что дизлайк он засчитывает абсолютно одинаково поэтому неважно что вы ставите главное что вы проявляете активности это безусловно приятно что касается насчет позиции не суди тут невозможно не согласиться отчасти потому что это то что прописано в библии не суди ближнего своего да там не суди не судим будешь я дословно не помню но суть именно в том что не стоит вообще судить нам роль суди никто не предоставлял все как маг оцениваем это лишь наше субъективное оценочное суждение не более того нет хороших или плохих вещей вещи просто есть нет хороших или плохих событий они просто есть все что есть нашей жизни она просто есть она не хорошее неплохое когда мы начинаем судить мы включаем такую гордыню свою такой я судья я лучше всех знаю хорошо это или плохо поэтому позиции не суди споры но это вообще он не уместен на мой взгляд это то что прописано в главной книге христианской да то есть не суди . это не хорошо не плохо просто воспринимать на мой взгляд это заповедь про то что воспринимать жизнь такой какая она есть знаете как бы вот там попугая по моему вы просили выключить вот попугай сейчас молчит я не знаю хорошо это или плохо он просто молчит будет он петь я тоже не знаю хорошо это или плохо но это просто факт попугай поет там у меня цвет волос который кому-то нравится кому-то не нравится это лично его дело но это просто факт у меня такой цвет волос сегодня все там погода идет дождь люди начинают говорить ой как хорошо дождика кто-то готовы как плохо дождик это не хорошо и неплохо это просто дождь вот это про не суди по поводу дизлайка но мое личное мнение найти как я вообще не ставлю дизлайки никому то есть если мне не нравится ролик а я просто закрываю и ухожу но опять же мое личное субъективное мнение ролик может не нравится когда человек несет вот явную чушь то есть вы в курсе вопроса то есть вы такой же специалисты решили посмотреть другого специалиста вы понимаете что ну просто чушь несу светную несет или не знаю какая-то неформальная невежливая форма обращения со зрителями ну то есть что то что вызывает прям явный когнитивный диссонанс то что мне нравится крашеные кактус а я рассказываю что это крашеные они неестественным таким образом правда ваши господи ну поверьте я не обижаюсь будем дружить с вами тем более что вы мой давно давнишний подписчик это очень ценно для меня так по поводу обзоров линопсис вы пишете это был паук с каком перемещался брюшками прости не очень интересный представитель паукообразных я тоже в своей орхидеи встретил такого паучка чем история закончилась клиенткой пауком но мы смогли ей объяснить как она на самом деле нам по крайней мере мы вот за что купили зато продали мы передали информацию от садовника и она успокоилась ну и потом мы все-таки смогли объяснить что паутинный клещ он не размером с паука и вот так вот по растению не скачет и в принципе ее это успокоило ну и под видео про хаворти вы пишите меня есть хаворти я думаю такого сорта как у вас как бы бутончиком растет в этом видео но она у меня не растет бутончиком как таковое растет как остальные хавортии может быть это все-таки другой сорт но у меня также растение с неточками которые растет прикольном горшочки на которые приклеил пластмассового паучка я вот не очень поняла может быть этот был какой-то скрытый вопрос если так в этом под этим видео задайте его но я рада что вы делитесь и что развлекаетесь подбирайте интересные горшки паучков сажаете это очень классная история то есть это говорит о том что вы получаете от домашнего цветоводства удовольствия это самое главное в нашей жизни получать удовольствие от жизни надеюсь тоже никого не обидела своими ответами смогла дать полезную информацию спасибо всем кто не смотрел это видео до конца спасибо всем кто задает вопросы комментируют делится со мной это бесценно надеюсь до новых встреч